Всем привет! С вами Инна Жарая и мы продолжаем создавать древовидный пион. В этой части мы соберем сам цветок. Первый ряд лепестков соберем по заданной схеме, то есть по кругу каждый лепесток на равном расстоянии друг от друга. Клей наносим на место склеивания тычинок с коробочкой и туда же фиксируем лепесток. При этом уголок лепестка подклеиваем до середины заготовки с обратной стороны. Также при подклеивании лепестков необходимо следить за равномерной высотой. То есть когда мы все лепестки собираем вместе, их высота должна быть приблизительно одинаковой. Следующих два лепестка будем подклеивать друг напротив друга, при этом допустим небольшой наклон в одну либо другую сторону. Уголки лепестков также подклеиваем к центру заготовки. Продолжение следует... Следующий ряд состоит из пяти лепестков, их будем подклеивать по заданной схеме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Формируя первый, второй и третий ряд лепестков, как правило, я не стремлюсь выровнять цветок в ровный круг. Это будем делать последующими рядами. Лепестки четвертого ряда буду подклеивать на равном расстоянии друг от друга для того, чтобы создать равномерный круг. Продолжение следует... Создавая композицию или букет, я учитываю то, что красиво смотрятся цветы разной степени открытости. И в этом случае можно остановиться, подклеить чашелистики, листья и цветок готов. Но я иду дальше и подклеиваю следующих пять лепестков, чтобы сделать более открытый цветок. Лепестки пятого ряда буду подклеивать в шахматном порядке относительно четвертого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Далее с помощью масляной краски желтого цвета или желтой масляной пастели создадим эффект увядания цветка. И такой эффект лучше всего делать на цветках, которые уже полностью открыты. Каждый лепесток покрывать этим цветом не стоит. Выбирайте несколько лепестков и краску старайтесь хорошо растушевать, чтобы желтый цвет не был явно выражен. Тот же эффект можно создать с помощью масляной краски. Единственное, что масляная краска сохнет дольше. Далее с помощью краски цвета маджента создадим акценты на цветке. Но помните также, что не нужно переусердствовать, чтобы цветок не был очень пестрым. Наш цветок практически готов. Осталось прикрепить чашелистики, листья и посадить его на стебель. Этим мы и займемся в следующей части видео. Если данное видео было для вас интересным, комментируйте, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами была Инна Жарая. Всем пока и до новых встреч!